МИС-ТВ В Москве 3 сентября 2013 года прошла практическая конференция Payments Russia 2013. Вернувшись из отпусков с новыми силами, специалисты в области электронных платежей до предела заполнили просторный и светлый конференц-зал «Байкал» отеля «Ренессанс Олимпик». Стартовав в 9.00 с приветственного кофе, к полудню конференция разогналась и докатилась до блин секции, посвященной мобильности и безопасности банкинга. Несмотря на отсутствие эксперта из Совета Федерации, в президиуме хватало специалистов. Выступали представители разработчиков и интеграторов решений ИБ, кибер-эщей группы ИБ, ассоциации профессионалов ИБ Риспа. Но, как показал экспресс-опрос, подискутировать о безопасности на мероприятии делегировали только нескольких специалистов ИБ. Поэтому большая часть докладов носила предельно популярный характер, не исключая и выступления главы группы ИБ, который в привычном стиле запугал участников, продемонстрировав инструментарий российских хакеров. Часть докладов содержала интересные сведения о мировом опыте защиты кредитных организаций и платежных систем. Например, о том, что в Южной Корее действуют требования выделять на обеспечение ИБ не менее 7% бюджета компании, а также отрежать на оборону информационных рубежей не менее 5% сотрудников ИТ-службы. Острой дискуссии на тему безопасности электронных платежей не получилось. Среди участников, видимо, просто не хватило заинтересованных специалистов. Зато в других секциях конференции при обсуждении привычных тем, в Федеральный закон номер 161 «Технологии будущего в электронной коммерции безнал в России» зал участвовал активно. Все презентации по итогам конференции организатор КамНьюз Конференсис, как обычно, обещал выложить на FTP сервер, чтобы не было нужды бегать за докладчиками с флешкой. Были и другие обычные удобства – чай и кофе в перерывах, Wi-Fi, интернет, а также интересный аттракцион с NFC-технологиями. Участникам конференции предлагали совершить электронный платеж, расплатившись с кофемашиной специальной карточкой. Возможно, если бы в программе конференции более четко была очерчена тема безопасности электронных платежей, удалось бы склонить к участию больше специалистов ИБ. Хотя еще полгода назад эксперты Ассоциации электронные деньги и НП «Национальный платежный совет» говорили о том, что в вопросах ИБ электронных платежей и виртуальных кошельков тем для обсуждения более чем достаточно. Поэтому можно надеяться, что если не на этой, то на следующей конференции об электронных платежах вопросы безопасности электронных платежей станут топливом для очень жаркой дискуссии.